Пыль осела, новые Ryzen 7000 уже вовсю продаются, правда не в России, крупные магазины, конечно, скоро все привезут параллельным импортом, а кому не терпится, их уже можно купить на Али. Но есть ли в этом смысл, когда цены на Ryzen 5000 и Intel 12-го поколения упали, а горизонт планирования в текущей мировой ситуации меньше недели? На связи МК, сегодня разберем бракованные Ryzen 7000. Цены на комплектующие прошлых поколений сейчас значительно снизились. К примеру, Ryzen 5 5600X, который на старте стоил 25000, можно найти за 16. Спонсор выпуска — интернет-магазин E2E4.ru запустил интересную акцию — собери основу для ПК от 4500 рублей. В каталоге есть как простые офисные решения, так и базы для рабочих станций и хороших игровых ПК. Вам нужно лишь выбрать процессор, охлаждение и видеокарту, которые наконец-то подешевели. RTX 3050 можно купить дешевле 30000. Все по специальной цене и с гарантией. Действует кредит без переплат и дополнительный кэшбэк 5% в виде бонусов E2E4, которыми можно оплачивать до 99% стоимости следующих заказов. Если 4,5 ГГц были максимальным бустом, то теперь это базовый уровень, а буст поднялся аж до 5,5 и даже 5,7 ГГц. Но нужно помнить, что эта частота на одно-два ядра максимум и реально под многоядерной нагрузкой получится увидеть около 5 ГГц даже на топах, что все еще отличный уровень. AMD наконец-то догнала Intel по частотам. Но чудес не бывает. Подъехал бульдозер и подсыпал новым Ryzen тепловыделением. Если раньше в сравнении с топовым Core i7 или i9 Ryzen были холодными ребятами, то теперь это в прошлом. Теплопакет Ryzen 9 официально поднится от 105 до 170 Вт, а в реальности Ryzen 7000 могут потреблять и 230, что схоже с топами от Intel. Так что, увы, водянки становятся нормой. Далеко не каждый суперкуллер охладит новые красные изделия из кремния, но к этому мы еще вернемся. Что там по архитектуре? Формально она новая, Zen 4, но на деле изменений тут скорее на Zen 3+, как в мобильных Ryzen 6000. Производительность на Герц или IPC увеличилась по словам AMD на 13%, и тесты при жестко зафиксированной на 4 ГГц частоте это подтверждают. Прирост идет в основном из-за улучшенной фронтальной части конвейера и предсказателя ветвлений, но свою лепту вносит и вдвое увеличившийся объем кэша второго уровня. В целом, AMD обещает прирост до 30%, и это отлично показывает, что в основном производительность увеличилась благодаря ощутимому подъему частоты. А с учетом того, что техпроцесс изменился не сильно, теперь это 5 нм TSMC и 6 нм для кристаллов ввода-вывода, становится очевидно, что AMD, как и Intel, тоже зашли в кремниевый тупик и вынуждены повышать производительность путем грубой силы, закрывая глаза на рост тепловыделения. Как вы уже знаете, процессоры AMD стали бракованными. Как и у решений Intel, у них нет ножек. Новый сокет AM5 с 1718 ножками похож на LGA 1700. Разумеется, AMD не просто так увеличила число контактов сразу почти на 30%. Новые ножки пошли на обеспечение работы ОЗУ DDR5 и пока не особо нужного PCI-Express 5.0. Спустя год процессоры AMD научились работать с быстрой памятью. Спасибо Intel за бета-тест. Модули DDR5 стоили дорого и на старте с частотами около 5 ГГц не давали никакого преимущества в играх, сейчас частоты закрепились выше 6 ГГц и на подходе уже 7 ГГц. Такая память уже быстрее даже хорошей DDR4, но все еще дорого и сэкономить, купив более дешевую плату с недорогой DDR4, у вас не получится. AMD, которая всегда славилась максимальной поддержкой, решила урезать такую возможность у Ryzen 7000. Новинки будут работать только с DDR5, которая все еще стоит дороже. Вот вам и народная ряженка. Также AMD решила пойти по пути Intel и создать собственные профили разгона ОЗУ DDR5 под названием EXPO. По сути это полный аналог XMP, но открытый и доступный всем. Платы для IM5 будут поддерживать и XMP, и EXPO, так что новый стандарт скорее ради стандарта. Особенно дотошные все равно будут заниматься ужиманием таймингов вручную. А вот что касается поддержки PCIe 5.0, то это скорее далекое будущее, чем необходимость. RTX 3090 при работе через PCIe 3.0 теряет от силы 5% производительности. Даже новенькие RTX 4000 работают на PCIe 4.0. Возможно будущие Radeon RX 7000 получат поддержку PCIe 5.0, но скорее всего это будет формальность. Аналогично в продаже пока нет SSD с PCIe 5.0. Нам показали прототипы со скоростями выше 10 Гбайт в секунду, но во-первых в реальных задачах и тем более в играх разницы не будет, а во-вторых по слухам такие SSD крайне горячие и требуют уже как минимум большой радиатор, а то и воздушное охлаждение. В Ryzen 7000 есть одно очень сомнительное нововведение — поддержка инструкций AVX 512. Они позволяют существенно ускорять задачи, связанные с EE, однако нужно ли это обычным пользователям? Тот же Linus Tovall считает, что эти инструкции только зря расходуют транзисторный бюджет, и Intel с ним согласна, так как последние версии Elder Lake, 12-е поколение, лишились этих инструкций. Ну и завершая нововведение в Ryzen 7000 нельзя не рассказать про новую интегрированную графику. Раньше интегряшки ставили только в решение Ryzen G серии, которые при этом оказывались урезанными по ядрам или по шинам. Теперь же даже обычные Ryzen X серии могут самостоятельно выводить картинку. Но сразу огорчу, это не графика уровня топовых Vega и поиграть в Cyberpunk не получится. Это совсем простое видеоядро с всего 128 вычислительными блоками, которое по тестам отстает даже от встройки Intel Elder Lake, то есть 12-е поколение. Однако оно имеет аппаратное ускорение большинства современных кодеков, включая AV1, поэтому проблем даже с YouTube в 4K не будет. Теперь поговорим про платы. Всего будет доступно четыре или пять чипсетов, на текущий момент это топовый X670 и X670E. Скоро добавятся B650 и B650E. Потом возможно выйдут базовые A620 и возможно даже A620E. Буква E значит экстрим. И нет, это не даст вам чипсетную поддержку PCI Express 5.0, как многие писали раньше. В E-платах просто используется двойной чипсет. Два чипа. Один из которых главный, второй подключаемый для увеличения доступных линий PCI Express SATA и USB. Зачем их нужно было разделять? Возможно дело в нагреве. Многие помнят горячий нрав чипсета X570, который нередко требовал обдува. Поэтому разделение на две части позволяет обойтись обычными радиаторами. Что касается самих чипсетов, то они не имеют поддержки PCI Express 5.0. Этим может похвастаться только сами Ryzen 7000. Вот такой сапожник без сапог. Также AMD пошла по пути Intel не только в случае с тепловыделением, но и с ценами на платы. Забудьте про доски на B450 за 5000. Первые решения на среднебюджетном AMD B650 уже есть. В Америке за эквивалент 12000 рублей, а самые дешевые X670E начинаются с 18000. На Али вообще туши свет от 30 тысяч все только начинается. Давайте посмотрим за что мы платим. И для начала синтетика и рабочие задачи. Хорошие новости. С одноядерной производительностью у Ryzen 7000 все отлично. В целом новинки догнали решение на Elder Lake и на 20-25% быстрее своих предшественников. Однако нужно помнить, что Core 12-го поколения вышли почти год назад. Поэтому сравнивать придется с новыми Core 13-го поколения. Первые тесты инженерников показывают, что на одинаковых частотах что 12900K и что 13900K выдают очень близкие результаты. Но нужно помнить, что новинки Intel также будут бустить за 5 ГГц. Так что есть шанс, что рекорды одноядерной производительности все-таки будут за синими. Но отрыв уже будет минимален. По многоядерной производительности у свежих Ryzen традиционно тоже все хорошо. В зависимости от версии отрыв от предшественников может достигать и 35 и даже 50%. Новый шестиядерный Ryzen 5 7600X легко навязывает конкуренцию восьмиядерному Ryzen 7 5800X, но уж топовый 16-ядерник временами на треть обгоняет 12900K. Но при этом синие планируют щедро отсыпать своим процессором энергоэффективных ядер. Так у будущего 13900K их будет аж 16, а в сумме 24 ядра и 32 потока. И как показывают тесты, это позволит новинки Intel конкурировать с топовым Ryzen 9 7 950X приблизительно на равных. Противостояние 300 ваттных титанов это конечно увлекательно, но куда интереснее кто быстрее, шестиядерный Ryzen 5 7600X или будущий десятиядерный Core i5 13400. Формально младшие Core i5 13-го поколения будут по сути представительными 12-го поколения, а не Raptor Lake. Но все еще будет рост частоты и числоядер. Тот же i5 13400 обзаведется дополнительно четырьмя энергоэффективными ядрами. В играх конечно ему это не поможет. По слухам максимальная частота будет всего 4,6 ГГц, то есть на все ядра еще ниже и почти на ГГц меньше чем у Ryzen 5 7600X. А вот в рабочих задачах лишние 4 ядра могут помочь. Так например в утекших тестах PassMark новый 13400 недалек от 12600K. Кто круче мы узнаем уже совсем скоро, после начала продаж Raptor 20 октября. Что по играм? Как показали тесты с одноядерной производительностью у Ryzen 7000 все отлично. Они на уровне Elder Lake, а играм как раз важна одноядерная мощь. В среднем новинки красных действительно навязывают конкуренцию Core 12-го поколения, где-то выступая чуть лучше, где-то чуть хуже, при этом отрыв от Ryzen 5000 отлично виден абсолютно всегда и нередко доходит до внушительных 15-20% FPS. Будут ли будущие Core 13-го поколения лучше? С учетом повысившихся частот, да, но в любом случае речь идет нередко о 200 кадрах в секунду, поэтому разницу с 210 FPS тут заметит разве что киберкатлет во втором поколении. К тому же в реальном геймплее и на реальных настройках графики упор 99% времени будет в GPU, то есть видеокарту, что полностью сгладит разницу в FPS между процессорами. Собственно, мы уже приблизились к ситуации, когда разница между любыми современными процессорами в играх минимальна. Тот же шестиядерный Ryzen 5 7600X лишь слегка отстает от 16-ти ядерного Core i9-12900K, а в некоторых случаях даже чуть быстрее. Добавим ложку дегтя. Вернемся к энергопотреблению. Прошли времена, когда шестиядерный Ryzen не потребляли и сотни ватт, а топовые 16-ти ядерные модели довольствовались 150. Теперь аппетиты даже шестиядерного Ryzen 5 7600X подходят к сотне ватт, ну а уж 16-ти ядерному Ryzen 9 7 950X подавай все 250. Да, топы от Intel потребляют больше. Тот же 12900K и 300 ватт может всосать и не подавиться, а будущий 13900K уверенно идет за 400. Но все еще тенденция печальная и накладывающая ограничения на платы и охлаждение. Теперь и в случае с AMD обязательно нужно следить за надежностью зоны питания процессора и смотреть в сторону хороших систем охлаждения. Более того, тут незаметно вылезла еще одна проблема, которая показывала себя еще в Ryzen 5000, ну а теперь серьезно мешает новинкам бустить до высоких частот. Дело в том, что в последних поколениях процессоров AMD горячие ядра находятся в крошечных кристаллах. У Ryzen 5000 их площадь была 80 квадратных миллиметров, ну а у Ryzen 7000 уже всего лишь 70 квадратных миллиметров. При этом плотность транзисторов выросла почти вдвое, а площадь странной теплосъемной крышки уменьшилась. Итог, если раньше отвести сотню ватт тепла с таких кристаллов было проблематично, то теперь две сотни ватт уже просто нереально. Это отлично показало скальпирование. То есть снятие крышки. Без нее с прямым охлаждением кристаллов температура снизилась на 20 градусов с 90 до 70. Увы, сама процедура сложна из-за припоя под крышкой и шанс сколоть кристалл слишком велик. И это опять же говорит о том, что ни о каком разгоне Ryzen 7000 и речи быть не может. Процессоры уже выжаты досуха. Так что разрешение на оверклокинг – лишь формальность. С такими температурами тут скорее пригодится обратный процесс андервольтинга. Об этой проблеме мы рассказывали в одном из прошлых роликов. Давайте подведем итоги. Из хорошего AMD исправила главную претензию к Ryzen – низкую одноядерную производительность, что позволило бустануть FPS в играх до уровня текущих Intel 12-го поколения. Также компания подтянула и многоядерную производительность, добавила поддержку быстрых шин и стандартов типа DDR5 и PCI-Express 5.0, вместила в кристалл ввода-вывода графику. В общем работа над ошибками была проведена на ура. Из плохого – конец кремния близок, так что процессоры вышли горячими и прожорливыми, что повлечет за собой увеличение трат как на материнские платы, так и на системы охлаждения. Думаю, крупные магазины Ryzen 7000 в Россию скоро привезут, вместе с дорогими AM5 платами. Впрочем, скоро 13-го поколения будет та же история. Так что возникает последний важный вопрос – а кому стоит ждать Ryzen 7000? Да никому. Буквально. Даже без учета того, что сейчас вообще как бы ничего особо не ждешь, если у вас уже на руках есть хорошая плата на AM4, забудьте про свежую резань. Просто проапгрейдитесь на более мощный Ryzen 5000 и докиньте дешевый DDR4. Стоят такие решения недорого, с производительностью у них никаких проблем ближайшие лет 5 не будет, а разницу между 150 и 170 FPS в играх вы едва ли заметите. Да даже если у вас старый 10-летний компьютер и есть желание прикоснуться к чему-то новому, то нет смысла заказывать и ждать. Будем реалистами. Если в США самые простые платы стоят дороже 10000 рублей, то у нас это будет все 15-20. Официальная цена Ryzen 5 5600X на старте в России была 25000. Едва ли перпендикулярно импортный 7600X будет дешевле. Плюсуем сюда 1015 за 16 гигабайт DDR5 и получим, что минимальный комплект на свежей ряженке будет стоить от 60000. За такие деньги можно здесь и сейчас собрать целый ПК на том же 6 ядерном Ryzen 5 5500 с RX 6600. Так что Ryzen 7000 в России это что-то для богатых и уверенных в своем будущем. Единственный плюс выхода Ryzen 7000 для нас это снижение цен на предыдущее поколение. Так что спасибо, что показали красивое. Нам пока хватит Ryzen 5000 ну или Core 12. Хотя платы под Intel дорогие, они уже год как есть в продаже и позволят в будущем прыгнуть на тринадцатое поколение. О всех новостях IT читайте в нашей группе ВКонтакте и Телеграм канале. Ссылочка будет в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен.